МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітання усім, хто дивиться нас. У прямому ефірі телеканалу ТС-1, роботу продовжує студія «Експеримент» і програма «Проголовне». Сьогодні наш гість у форматі ексклюзивного інтерв'ю екс-президент Грузії, громадський та політичний діач Михайло Саакашвілі. Добрий вечір вам. Добрий вечір, вітаю вас. Я вітаю вас. І, ну, звичайно ж, перше запитання моє буде таке, з якою метою сьогодні ви приїхали в Закарпатті? Яка мета вашого візиту і, можливо, яка програма? Ну, во-первых, я часто бываю в Закарпатті, ну, по крайній мере, за останні годи несколько раз я вже був. Я дуже люблю Закарпатті, я люблю здесь встречаться с людьми, но одновременно я очень, знаете, просто влюблен в потенціал вашого края, вашей області. І одновременно, конечно, проблема очень катастрофическая большинство. То есть, это, наверное, одна з самых проблемних областей Украини, с одним із самых больших потенціалом. Вот, мене всегда привлекает вот этот вызов большой, що є величі проблеми, але є сумасшедший потенціал. И на этот раз мы встречались тут с людьми, с водителем машин, которых гоняют каждый, там, как вы знаете, пять дней через границу. Мы едем с Валяву, встречаться там с местными. И, естественно, много-много встреч с нашими активами, с людьми. Вот, все. Ага. Мы окремо торкнемось и тією зустрічей, яка у вас уже відбулася, с теми людьми, хто блокує сьогодні кордон з акцією протесту. Але перед тим, якщо дозволите, кілька запитань про, власне, вашу появу в Украине, взагалі, в останні кілька років. Так, і ми пам'ятаємо про це урочисте запрошення з боку президента України, ваше урочисте погодження на це, взаємні якісь компліменти і так далі. Але потім, звичайно, вже пам'ятаємо переймут надлому цих відносин. І тому, отут запитання, можливо, от такої форми. Щось пішло не так вже в процесі? Чи, можливо, на самом початку ви не знали всіх, скажімо так, вводних цього процесу? Чому так різко розвернулись ваші стосунки з керівником держави сьогодні? Ну, я щастливийся з групою малих і середніх бізнесменів. Як ми знаємо, в Закарпаті тільки один є олігарх, а всі остальні – це малих і середні бізнесмени. І вони всі говорили, що ми всі голосували за Порошенком. Ми всі верили, ми були уверені, що все поміняється. Ми були уверені, що країна задвігається, ми були уверені, що ми підемо вперед. Тому я не був ісключений. Я дуже надіялся, я рассчитывав на те, що Україна, де є фантастичний потенціал, Наконец-то придет елита, яка буде считає, що це їх країна. Що країну треба розвивати, не свої доми, дачи, помістья, щіта, підприємства і т.д. Зараз розвивати стану, іметь амбіцію построити саму успішну страну в Європі. А Україна буде самою успішною страну в Європі, коли она розвивається. Тому для мене, звісно, це була новість, що люди можуть цю велику цілю, вона велика, цю унікальну можливість змінювати, як звичайно, в принципі, впадатися на соблази таких віщів, які, мені казалось, що для них це має бути старосипедово. Я думаю, що це була держава для більшість людей, які поверюють. От і все. Я не був в цьому сміслі ісключений від інших українських громадян. Коли, власне, вже ця пропозиція, що називається, конкретно ставала предметом, і пропонувалася Одеська область. Чому ви погодились на посаду губернатора, скажімо, розуміючи так ієрархію, всю виконавчу і вертикаль влади тут? І чи не пропонували вам Закарпаття, як приклад? Тому що коли в нас змінювався губернатор тут, то було багато розмов, що, можливо, Саакашвілі обійме цей пост. Ні, ну, в-первых, в Одесу, тому що в Одесі, тоді, в Одесі, тоді була ситуація дуже складна. І одновременно то ж саме, що я бачу по Закарпатию. Там були великі візови, але були фантастичні можливості. І є фантастичні можливості. Але я, звісно, що буде підтримка. Звісно, що таке функції клави адміністрації, вони близьки к нулю. Тобто, якщо клава адміністрації хоче щось испортити, завжди, будь ласка. Все, що угодно. Якщо ти хочеш людям допомогти, якщо у тебе немає підтримки, то ти не зможеш допомогти. Я надіялся, що клава государства буде мати велике желання показати людям, жителям Одеси, разницю между тем, що предлагає, допустим, той же саме так называемый «Русский мир», той же предлагає регіонал, і що може предложити нова Україна. І це реально, це таке інтересно. Тобто, це якби дуже азартний вызов був, що якраз момент, коли показати їм, що місто самих худших дорог в Європі, місто корупції, місто безпредела, місто там налогових всяких там рикетиров, ми вам покажем, як ми будемо розвивати бізнес, як ми будемо строити дороги, як у вас буде новий чиновник, який буде о вас заботиться, а не про свої кармани. Ми покажемо, що нового дає вам независима Україна. Тому що це область, де 40 років не строилися дороги, це область, де саме худші, там, і прокурори, хоча про Закарпатський не намного лучше, і суди, і так далі. І я думав, що можна показати разі. Там саме коррумпинене таможня, ще хуже, ніж тут. Тому я считав, що треба показати. Що касати Закарпаття, ви совершенно правильно сказали, що завжди такий підход. Вот почему, коли назначали москаля, котрим дуже хорошо відносився, підход був такий. Закарпаття – це дікий регіон. Це так вони думали. Вони так считали. Це какой-то дікий регіон, де бегають контрабандисты, які друг в друга стріляють. Там не поймеш, хто є хто. Тому треба сильну руку, яка там буде. Це неправда. Це неправда. Такий підход к цьому регіону, к вашому регіону, ще раз показує, наскільки не понимає Київ, по ним понятия не має, що тут відбувається. Вони полностью оторвані від вашої реальності. Тут сюди министри дуже редко приїжджають. Они там где-то там… То есть Украина имеет в своєм составе, таку фантастику. Плацтар в Європу, прямо в середину Європи, с мультинаціональним населением, которое является богатством, потому что атмосфера космополитична, это богатство для страны. Фантастичній роботоспособний, развитий, предприємчивий у людьми. С географией, с такой, когда можно за несколько часов доехати до Вены, до Будапешта, до Братислава, куда не посмотришь. С фантастичним всем потенциалом. Фантастичным потенциалом туризма, фантастичным потенциалом промышленности, фантастичным потенциалом сельского хозяйства, фантастичным потенциалом просто бренда. И при этом ты думаешь, что это регион, куда надо присылать военизованных лидеров, которые должны там полиции, СБУ и так далее устанавливать порядок. И, конечно, я считаю, что Геннадий Москаль – очень талантливый человек, но это подход Киева такой. И поэтому, когда вы спросили, в этом и суть проблемы. Они не понимают, и это очень похоже на то, как Киев традиционно относился к Крыму, к сожалению. А почему тоже Москаля в Крым посылали? Почему так относились к Крыму? К Крыму относились как к пасынку. До конца украинская элита не поняла, что Крым – это Украина. И только потому, что не только в Крыму были какие-то элементы. Нет, гораздо больше таких элементов были в Киеве, которые до конца ментально не поняли, что Крым – это не проблема, а Крым от Крыма – это уникальная возможность, уникальный потенциал для Украины. Повертаясь все-таки до моего запитания про те, когда вас призначили, и, власне, в тот момент, когда дещо вы чувствовали, что нет конструктивы и нет поддержки у вас из центрального уровня, то, на вашу думку, это все-таки было недооценение вами этих обмеженных повноважений губернатора, или отвертый саботаж, или какой-то разворот, что же? Это был открытый саботаж однозначно, и моя недооценка, что они могут это сделать. Чего? Потому что они заиграли свои… Во-первых, две вещи. Одесса – это большой источник черного нала для всех элит Украины. Они недооценивают, зачем мне оттуда этот налог будет перекрываться. Что бы моментально случилось? Из таможни не только ничего не шло, никаких потоков уже ничего… Одесская таможня в хорошие времена давала кэшам Киеву во взятках 5 миллионов долларов, а самое плохое время – миллион-полтора. Вдруг – месяц. Вдруг – нуль. И что они сделали? Они все потоки перебросили на другие таможни. Трассу Одесса – Киев разбили фуры, потому что в основном эти товарищи на седьмой километр в Одессу, чтобы заехать на седьмой километр, они ехали в Винницу, в Киев, в Умань. Растормаживались там. Житомир. Некоторые даже Сумы там растормаживались. И обратно возвращались в Одессу седьмой километр, тратили на бензин, чтобы не растормаживаться в Одессе. Это раз. Второе. Там порты. Там земли, которые очень дорого стоят. Там всегда были махинации, связанные с разными инвойсами и так далее. Вот на этом седьмой километре и так далее. И все это мы поступательно стали прикрывать. Оказалось, что, назначально стало, это ударило по их карманам. Чего они ожидали? Они хотели хорошую историю реформ, но при этом они хотели, как сидели на потоке, так и сидели. Первое. Они не поняли, что я не буду шутить. Второе, что они не поняли. Второе, они недооценили, что мы будем… реально приводить новых людей. И эти новые люди будут иметь совершенно другие взгляды. А для них это непонятно. Потому что мы не продавали места, мы назначали по конкурсу. Я не проводил туда своих кумовев, друзей, знакомых. В основном… То есть мы назначали людей, которых… В основном я никогда не знал, но они были подобраны по конкурсу. Это оказались хорошие люди, которые пытались работать честно. Поэтому комбинация этих обстоятельств была неприятной. И они показали… Нет, нет, Саакаши что-то слишком много захотел. Мы не это хотели. Мы хотели хороший пиар, хорошую пиар историю. Хорошее… Все, вот мы… Иностранцы придут. Вот у нас в одной области проводите реформы. Вот у нас там… Людей назначают новых, хороших, которые там на английском говорят хорошо. Но в принципе для нас ничего не меняется. Как обычно, они хотели, как и по всей стране, сделать фасадные вещи. А я не привык делать фасадные вещи. Окей, вы сейчас скажете и приводите конкретные факты, которые, как бы, иллюстрируют это как реальный саботаж вашей деятельности там, так, с боку центральных органов влади. Но что бы вы сказали, скажем, тим скептикам и противникам, которые говорят, что грузинская команда себя не зарекомендувала как реформатори. Потому что по жодному напрямку, где очильником была грузинское прозвище, ну и национальная полиция, Министерство охраны здоровья, Одесская область, не имеет конкретных результатов. То что тут вы бы сказали, так? Ну это надо быть, надо быть идиотом, чтобы это говорить, прямо скажу. Что значит борьбы лица не было? А патруль кто создал? Но много кто говорит, что это просто фасадная реформа и не имеет возможности. Они правы. Они правы. Это не фасадная реформа, это первая часть реформы, которая так и осталась фасадом. Потому что Аваков стал министром. Потому что менты как все сидели, так и сидят. И нельзя иметь в одном ведомстве ментов и полицейских. И вы знаете, что патрули себя называют полицейским. И говорят, эти полицейские не полицейские, это менты, а мы полицейские. Но если этим полицейским не давать заплаты, они тогда дают 300 долларов. Что такое 300 долларов? Например, даже я оставлю ваши цены здесь. В Одессе 300 долларов, когда ты иногородник должен снимать квартиру, тебе не дают денег на питание. Ты еще должен перемещаться, тебе не ночь работать. 300 долларов это не денег. В Грузии, когда эта реформа была в 2004 году, тогда уже они получили 400 долларов. Это в теперешних ценах 700. И бесплатное питание, и многим из них мы давали квартиры. Здесь ничего этого не происходит. Почему этого не происходило? Потому что с самого начала те, от кого это зависело, рыба гнет с головы, МВД гнет с головы МВД, Савакова, а страна, естественно, связана с президентом, они и не планировали ее сделать. Грузины могли сделать то, что они знали. Кстати, нет точных грузинских рецептов. То, что мы делали в Грузии, это было несколько лет тому назад. Украина, во-первых, другой эпохи, во-вторых, в Украине многие вещи иначе работают. Это как, если высадить катетель на ваших складах закарпатских, он будет иметь другой укус. Правильно? Точно как ваши сорта у нас будут иметь другой укус в Грузии. Поэтому мы сделали максимально то, что могли в полиции. Это был, результат был. Люди увидели разницу. Однозначно то, что ГАИ нет. То, что нет этого реки, это не было. По крайней мере, долгое время не было. Сейчас опять появились первые признаки. К сожалению, потому что с самого начала мы предупреждаем, что так будет. Тем более с уходом Хатиди-Каноиди. Сахварелиди единственный в истории прокуратуры. Создал историю, когда они вломились и схватили главного кассира прокуратуры, этих бриллиантовых прокуроров, реально это привело к отставке Шокина. Опять таки, вопреки воле политического руководства страны, это результат. Конкретно показали, что можно. В Одессе. Это была первая история за 200 лет, когда Одесская таможья не брала взяток. Мы в центре обслуживания граждан. Вот это Баткатова, Паспорта, что выдают и так далее. Это бледная копия грузинского творца. Мы бы хотели иметь точно такую систему, как Грузия. Но для этого нужна политическая воля. Грузины сделали то, что могли. Они сделали вот эту систему улыбающихся фронт-менеджеров, которые стоят. В Одессе мы первый такой центр сделали, потом в нескольких местах по Украине. Это все результаты. А скажите мне, кто еще? Система Прозоро основана на грузинской модели. Кто еще? Кто еще? Особенно те люди, которые много болтают. Сделал хоть толечку того, что сделала грузинская команда. Это факт. Меняло ли это жизнь для людей? Нет. Чуть-чуть. Но нет. Конечно. Только полицейским сытным будешь. Только этим система быстро выдача документов. Зрозумево. Когда выдают один документ, осаждаешь со ста другими документами. Поэтому, конечно, результат один. И надо быть реально слепым, чтобы это не видеть. Что теперь с этими людьми? Они остаются в вашей команде и готовятся к политической жизни? Моя команда украинская. Я в отличие от них, от этих наших грузин. Ну, все были люди с нами. Но все остальные уехали. То есть они выехали, пускались руки. Они были приглашены специалистами. Не надо от них было ждать. Они знали, что сделали, приехали и уехали. Я уехал в Украину совсем юным. Я формировался как личность в Украине. Я люблю Украину. Я знаю Украину с разных сторон. Я пограничником служил здесь в ЧОПе. Сегодня мы были в Ужгороде, где было в свое время первое автомобильное отделение у КПП ЧОП. КПП Ужгород. И потом я был четвертым отделением. Вернее, там было четвертое отделение автомобильное. А первое отделение было железнодорожное. Это отделение, которое было в ЧОПе. Мы проходили учебку. Сегодня я встретил, кстати, полковника Подольского, который был моим руководителем. Один из моих тогда командиров. Он уже на пенсии на КПП подошел. Поэтому я знаю многих конкретных людей. Я никогда не забуду. Я когда стоял на вокзале в ЧОПе, у меня было шуткий кашель. У меня воспаление легкое, которое не проходило. И начальница вокзала, очень милая местная женщина, ходила каждую ночь. Они же по ночам стояли там. лечила меня медом и вареньем, заводила, горячий чай давала пить. И она потом оказалась мамой Питера Маги. Это главный подрюсер Русь Шустера. И это совершенно случайно. Потом мне Петр сказал, что моя мама это была. Она сейчас на пенсии. Я никогда не забуду это. Почему я говорю? Почему я это расскажу? Я привязан к Украине. Причем к разными ее регионам. Я понимаю это. Поэтому для меня я не какой-то кастролер, как меня Яценюк назвал. Я тут, чтобы остаться, сражаться до конца и победить. Потому что я не собираюсь отдавать откуп на эту страну, которая на меня будет кричать. Кастролер убирайся отсюда. Не дождуться. Вот как раз про эту вашу борьбу. И власне цей рух, який вы сейчас активно проводите. Тут питание таке. Питание финансовой складовой. Тобто, кто поддерживает вас финансово? Потому что мы понимаем, что просто ездить, пересуватися и проводить эти встречи, это тоже витрати. Нет, нет. И вот как раз про это питание. Кто забезпечивается? Нет, нет. Никакие это не затраты. Это я езжу. Посмотрите. Я хотел бы сказать, что я приехал. У нас Skoda Superb. Семилетняя давность, которая мне лично принадлежит. Которая, кстати, много бензина не жрет. Значит, здесь мне подарили как раз гербы Закарпатья. А тут были в местном ресторане, где местные предприниматели с нами встретились. И они там местные наши расходы оплатили. Ну что такое. И реально пока что у нас больших расходов нет по Украине. Я считаю, что в Украине, если ты не хочешь разбогатись политикой. А я был президентом. Через мои руки пришел десятки миллиардов долларов. Я пришел ни с чем. У меня есть опыт, как не богатеть это политикой. Как вообще не зарабатывать это политикой. Если ты хочешь сделать страну, политика не так дорого стоит, как нам рассказывают. Это неправда. Если ты хочешь быть Лешко, у которого должен быть дом до 10 миллионов, тогда да. Тогда политика дорого стоит. Потому что надо содержать Лешко с его домами, его заместители с его домами, их водители с любовницами их домами и так далее и тому подобное. Поэтому это дорогая политика. Если иметь политику там нормальную, это другая история. Поэтому я считаю, что в нормальной политике это просто нужны деньги для передвижения, для того, чтобы какие-то наглядные материалы, пока у нас денег на это нет, сделать. И для этого есть в стране малый и средний бизнес, который заинтересован во-первых в жестком порядке, в низких расходах, в единых правилах игры для всех. Чтобы все платили налоги, налоги были низкие. Я считаю, что в Украине нужно налоги снизить минимум до 60%. Украине нужно убрать войско 90% всех глупых регуляций. Украине нужно убрать таможенные тарифы. И это сумасшествие, что происходит сейчас с этими машинами, которые происходят каждые 5 дней, это означает, что как только мы освободим бизнес, Сакарпатии, например, который считается субсидируемым регионом, это стыд и срам, как Сакарпатия может быть субсидирована. Здесь, как только здесь будет нормальная налоговая система, чуть-чуть послабление было, и Шкода, и другие перешли туда несколько минут тому назад. А если реально сделать такую систему, как Грузия здесь, налоговая? В свое время Трамп, когда ко мне наезжал в Грузию, он по американскому алгоритму, а Америку надо брать в грузинскую систему. Не знаю, значит, Америка, но Украина, что бы ее брать? Сокровить налоги до пяти, понизить налоговое время, и сюда весь бизнес из Словакии, из Венгрии, из Чехии, просто из Польши перейдет. А сейчас не только бизнес не переходит, сейчас людей возят. У нас сейчас будет безвизово, и так паспорта здесь розданы, то есть еще 50 тысяч. Как только будет безвизово, вообще нет. Вся рабочая сила, вся рабочая сила... А какая межная? Без дозвола проживать, без дозвола проживать и так далее. Я знаю молодой Пару Ужгород, я вам скажу. Он и она закончили университеты, говорят на иностранных языках, работают, подрабатывают, экономисты, бухгалтеры. Вот еле пропитание, еле себя пропитание. Они ездили в Космос и в Космос. И чтобы получить визу в Шенген, требуют у них 500 евро по каждому человеку. Эти агентства и так далее по цели 300, а 300... В общем, короче, у них нет этих тысяч или 800 евро. И они ждут, как только будет безвизово, эта парочка молодая, по-моему, 25-26 лет. Мы это прекрасно знаем, ци настрои, на жаль, повальні, но все-таки, повертащись до вашей деятельности, что до финансирования этих политических руков ваших, вы говорите, что это местный бизнес, малий и средний, потому что они зацикавлены в наведении порядка. Да, у нас, конечно, нет, кроме этого. Если говорить про вашу конкретную жизнедеятельность, вас особисто, как публичная человек, нам это интересно. На что живет Михаил Секасвил и чем зарабатывает в этот период? Или это из предыдущих сдержек? Нет, нет. Я что, похоже, что я серьезно зарабатываю? Я бы очень хотел. Я не горжусь тем, что у меня нет ни одного иностранного счета. Я этим не горжусь. Я не горжусь тем, что у меня нет где-нибудь большого дома и так далее, имущества. Я не горжусь тем, что у меня нет ни одного бизнеса, ни одного процента, ни в одном бизнесе в мире. Я этим не горжусь. Это норма. Но я горжусь тем, что я не крал. Я горжусь тем, что строил государство. Я горжусь тем, что практически все министры, почти, моё бывшее правительство, никто из них не заработал. Со мной сейчас, в Киеве работает, он в Одессе еще работал, парень, который с нуля создал грузинскую налоговую систему, в Грузии бюджет вырос в 11 раз. Такой непроголодь жил, когда уехал из Грузии, в Азербайджане потом хорошо нашел работу на строительстве, ну, менеджером. И этим, как бы, выжил, а потом был консультантом, и потом американцами выплатили за оплату в Одессе на Одесской таможне. Так вот, когда копали, вот что грузин, а, какой-то грузин на таможне, это не какой-то грузин, это грузин, который создал самую быструю таможню в мире, согласно Всемирному банку, и самую эффективную грузинскую. А чем он создал? Тем, что у него ничего нет. Как только у таможника что-то появляется, а он создал и налоговую систему, и таможенную систему, и живет от зарплаты до зарплаты. Я же знаю, как он живет. Так мы живем. Или ты создаешь государство, новую налоговую систему, новую государственную, новую юстицию, я не знаю, новую судебную систему. И тебе нельзя одним рукой карман, другой. Сейчас, реально, я считаю, что в Украине появилась критическая масса людей, которые так же думают. Потому что люди привыкли, что все, кто политики, как только Печевский треугольник их посылают, Кабмин, Рада и Панкова, они исчезают для людей. Как Бермонтский треугольник, люди исчезают для самолетов, здесь люди исчезают. Депутаты, министры, президенты, они для людей исчезают. Это так было до сих пор. Появилась критическая масса нового поколения людей, которые думают иначе. Я на это надеюсь. Думают, как я. Михаил, для вас тогда таке запитание. Сколько вы понимаете и ти подводные камни, и как раз в том трикутнике Печерском, и понимаете эти настроения из низов, вы понимаете, что без изменений правил игры тяжело будет выиграть в этой игре. Я имею в виду склад СВК, закон про выборы и существующую политическую элиту, которая сегодня есть. То если, будучи в системе, в законах, вам не удалось противостоять этому, как вы хотите сейчас, не имею в ресурсе информации и так далее. Я был в системе в виде сэндвича, сверху и снизу зажат. Правильно? Рыба гнет с головы. Один поле не воин. Это все правильное изречение. Но тут речь идет о том, что если поменять большинство Верховной Рады, как мы идем к изменению Верховной Рады? Мы заставляем, во-первых, назначить досрочный выбор, но их нельзя назначать без изменения избирательных законов. Законопроект с изменением уже там у них лежит. Надо вести этот закон. Надо заходить с новым большинством, абсолютно новых людей. Мы должны предлагать людей, которые больше одного срока не были в Верховной Раде, которые не были, которые не были, то есть их не должно быть списка. Это зрозумево. Но как их предлагать, когда такая система делегирования, формирования списков и, власне, виборчая система? Я думаю, что я уверен, сейчас во всем мире тенденция приводить новых людей. Вот вы увидите, на следующем, в любых выборах, эту элиту просто сотрудничать. Когда они говорят, мы всегда новых выбирали, они оказывают... А когда новых выбирают? Всегда выбирали одних и тех же. Одних и тех же. 90-х годов все они. Кто из них новый? Кто имя и фамилия? Кто из них новый? Кто из фамилии, вот там, что-то обычно в вашей же области, на главных постах, кто из... Или сам новый, или кто не связан с тем, кто очень старый. Все они связаны с людьми из середины 90-х. И поэтому надо приводить людей уже с 2017 года. Забудем 95-й, 96-й, 7-й или даже некогда 92-го. Забудем. Давайте приводить новых людей. И новые люди, у которых будет другая мотивация, так оно будет. От как раз, чтобы победить эту старую номенклатурную структуру, и эти элиты финансово-экономичные, которые вышли, возможно, из криминальных декорий, что удалось вам в Грузии, то, очевидно, тут нужно и повноважение финансового инструмента, а, с другого боку, поддержка святовых правоохранных структур, которую вы, очевидно, мали в Грузии. То, что будет это для Украины, чтобы побороть тут цю олгархисти? В Грузии, чтобы понимать, статистически самая безопасная страна в Европе, и третья или вторая самая безопасная страна в мире. Когда было очень криминализовано, было организовано злочинство, там у нас была такая ситуация, что в Закарпаттии такое даже трудно представить. Хотя все жалуются, что совершенно не без основателя, что тут проблема. Но по сравнению с грузинской проблемой, это вообще не детский лепет. Местные бандиты, это мега неквалифицированные по сравнению с тем, что у нас было в Грузии. Все очень просто. Когда меняешь правоохранительную систему, когда глава, начальник правоохранительной системы не готова никому давать преференции, когда нет мажоров, когда никто никому не может позволить кого-то выпустить, когда не закупить судью, когда никто, нет привилегированных, все равны перед законом, закон всех защищает, и за руководством всех равно наказывает. Это очень простая система, она работает в большинстве цивилизованных стран мира уже. Ничего, велосипед надо выдумать, а еще надо иметь политическую волю сделать еще лучше. А в Украине будет, в украинце в целом всегда более законопослушны были, чем многие другие народы бывшего Советского Союза. Поэтому я считаю, что это мы сделаем вместе. Еще раз говорю, тут, что сделать, например, туризм? Как мы определились к туризму? Это, в первую очередь, инфраструктура. Как может быть, что в Ужгороде нет аэропорта? Ну, что это? Это означает, что в Украине нет правительства. То, что в Ужгороде нет аэропорта, это означает, что в Украине нет правительства власти. То, что называет себя правительством Киева, ничего общего с правительством как таковым не имеет. Потому что не может страна иметь правительство, и в Ужгороде не имеет аэропорта. Это элементарно. А если иметь хоть мозги, хоть чуть-чуть, как проводить политику? Они тихо жалуют себя, там сепаратисты, Закарпатисты. Какой сепаратист? Закарпатия самый украиноцентрический регион, потому что любой другой регион и любое другое население давно бы уже сбежало. В таких условиях, когда их выталкивают. Люди держатся за украинское государство двумя руками, лишь бы украинское государство их отторгает и отторгает. Иначе как объяснить, что не это аэропорт? Почему я начал это рассказывать? Туризм это аэропорт. Туризм это безопасность. Туризм это налоговая ситуация. Почему в Грузии мы начали со 100 тысяч туристов? И мы довели за 6 миллионов за мою президентскую. У нас была война, нас бомбили. Здесь никто не бомбит, войны нет. Война очень далеко отсюда. Хотя я иду отсюда в семью, в семью, которая потеряла сына на войне. Это много семей таких, но реально войны здесь нет. Здесь, сюда я смотрел статистику. Приезжать всего лишь 10 тысяч туристов отдыхать, например, из Чехии. Из Чехии должно приезжать минимум полмиллиона. Из Венгрии должно приезжать минимум полтора миллиона. Это историческое место. Отсюда пошла эта цивилизация венгерская. Из Словакии все должны сидеть тут. Это такая история, австовенгерская история, 10-ти вековой давности история, почти мифологическая. Лучшая вина, лучшая погреба в 17 веке. Грузия страна, родина вина. У нас нет погребов в 17 веке, как здесь. Когда смотришь на эти склоны, когда... И сейчас они делают... Сначала убили виноградников, потому что объявили стратегические собственности совхозы. Стоят эти виноградники бедные. У меня сердце развивается, потому что у меня самого полтора гектара винограда. Грузия для меня виноград. Такое дело. А сейчас, разрешили приводить вместе с погребом. Не дай, какой-то олигарх зайдет и купит погреб исторической важности 17 века. Так вот тут и питание, пане Михаил. Что там вы смогли перемогти оцю организованную злочинность, яка мает свое лобби, своих агентов, скажем так, и в высших органах и тому подобное. Не уже вам вдалося это только потому, что у вас была команда заангажована и политическая воля. Не уже тут не было допомоги, скажем так, чи тех же ЦРУ, чи тех же ФБР, для того, чтобы допомогти побороть самую клановость и организованность. Все, когда Путин никак не мог рассказать своим людям, почему Грузия имеет успех, не самое главное, потому что Грузия до меня была такой отставшей, не имела нефть и газа, он говорил, им американцы дают деньги. Да какая чушь? Какая чушь? Американцы нам построили одну дорогу, она важная дорога была, но хорошо, но строили ее три раза больше, чем мы ее построили. Ладно, за это спасибо. И американцы давали деньги на каких-то технических, на каких-то консультантов, которые, кстати, нам чаще всего не нужны. Более того, Международный валютный фонд мы через год выгнали из Грузии. Через год или год с лишним. Потому что не то, что... То есть когда-то какую-то полезную роль они играли, но в какой-то момент они были как продуктивные, потому что они как хирурги. У тебя палец разболел, тебе жеренка нужна, а он говорит, отрезай руку. Он хирург, он же не терапевт, он не медсестра, правильно? Поэтому, когда... Но мы сейчас от них зависим. Если сейчас их выгнать, украинская экономика просто лопнет. Она лопнет, потому что все крадется. Крадется, но с другой стороны, это как заколдованный круг. Мы не можем их всю помощь, а они в помощь заходят, а она крадется. То есть мы опять за помощью идем, и так ходим по кругу. Украина, которая могла бы диктовать условия всей Европы, потому что имеет самый большой ресурс, который не имеет ни на самом Европе, протянутой рукой ходит, и нас запихивает куда-то по столу, никто не уважает. Правильно? Как это изменится? Только это не иностранная помощь. Мы сами должны себя поверить. Тут должна быть политическая элита, настоящая элита, а не отбросы барыги, которые себя называют политической элитой, которая поверит в свою собственную страну, которая будет любить свою собственную страну. Вот я летом отдыхал со своей семьей в деревенской куповеле. Значит, в Грузии есть курорт Боржоми, который всеми наизвест. Все его знают, в том числе здесь. Вот деревенская куповеля, я серьезно говорю, вот этот комплекс, такого комплекса даже близко нет к Боржове. Ну, не было. Сейчас мы, как отца моего призназу, сделали, виксос и так далее настроили, но, по крайней мере, не уступает точно. Я, когда здесь был, с женой, с детьми, там потрясающие горячие источники, там минеральная вода, которая... Что такое минеральная вода? Минеральная вода, все знают Боржовию, все знают, допустим, Морщинскую, ну, все знают там еще какие-то воды. Перье. Перье что такое? Это вода и газ. Перье – это чистый маркетинг. Никаких особых свойств, в сожалению, нет. Точно так же кто-то взял в свое время, разрекламировал все остальные воды. Тут есть огромное количество воды, но в самом бутылке, куда она наливается, политика государства такая, что бутылка стоит, и это бутылка доллар, чем она закупоривает еще 20 центов, а вода всего стоит 10% стоимости вот этого всего. То есть, государство, чтобы иметь политику, поощрять выпускных бутылок, так далее, рекламировать эту продукцию, в Боржоми опять захватил все рынки, потому что мы правильно, при мне позиционировали так себя, что Юра опять сразу, как везде была фальшивая, везде настоящая, потому что я сам ездил по всему миру, заходил в супермаркетинг, например, в Эстонии, Литве, Болгарии, говорят, что это за безобразие, что это, кто это разливает в каком цеху, настоящий Боржоми был выглядеть так, настоящий грузинское вино было выглядеть так, государство этим должно заниматься, не к вам здесь бегать, взятки брать у этих бедных и так, а защищать их, представлять на внешних рынках, правой парад, почему я говорю, пройдет дерево из Кукуповеля, вместе с коплением, горячих вод, минеральной воды, потрясающая кухня, закарпатская кухня, одна из лучших виру, потому что смещение всего, это же не просто, венгерская хорошая, но она закарпатская лучшая, потому что есть другие элементы и так далее, вот сато, и при всем этом, когда мне тогда из Киева звонили, где-то я говорю, ну, Сима, а где это, а что, я фотографирую, о, как классно выглядит, потому что они в Монако ездят, это не их страна, их, их сердце держит, все вели, как они называются, в Испании, где у них все, барбели, это самое, в Монако, это Монако, я там, конечно, тоже много раз был, и терпеть его, я бы дружил с принцем Альбертом, принцем Монако, терпеть не могу в Монако, ужасно изменяюсь, морды ходят, они все друг, они те же, они друг другу надоели, и, главное, все знакомые, возвращаясь, страны воют, а там они, русские, украинцы, вместе сезат, и казино проигрывает все деньги, так, извините, все очень просто, здесь все красивее, здесь все хорошее, но они должны поверить, что это их страна, сколько я проталкивал, кстати, извиняюсь, я на этом закончу, вопрос в ином, это же не только одесский вопрос был, закарпатский, вот один, что я считаю, что успехом мы прорвали, это сняли, лицензию на продажу, на продажу, а на производство не смог, я не дошел, дошел, извините, а когда я говорил руководителям страны, украинское вино, один из них, мне сказал, а я не верю, что может быть хорошим украинским, и что ты это скажешь, что ты скажешь лидеру страны, который говорит, что он не верит, что у нее страна, даже если это так не было, он должен, это кричать, что у нас самое лучшее вино, а он искренне не верит, об этом говорит, и кстати, про вашу зустріч сьогодні с теми людьми, которые сейчас блокируют кордон, потому что напередодні вашей зустрічі это началось, где-то навык повязав это с вашим приездом, сказали, вот готуют картинку для Саакашвили, чтобы журналісти показали его зустріч, но все-таки про суть проблемы, на сегодняшний день, от этого, что картинка не меняется, извините, я видел вчера, Москаль говорил, они для пиара используют, что это для пиара, что этой проблемы нет, что я ее выдумал, апелюется до того, что проблема переведена уже в юридичную площаду, есть зареєстрованный законопроект, и там треба працювати на фракции, я был первый раз в Москальске, когда я ввели эту очередь во Львове, это было в начале декабря, до этого очередь там стояли уже 3 месяца, сейчас мы уже в конце февраля, я не вижу, что кто-то голосовал, я знаю, почему они не голосуют, потому что есть китайский автопром, и автопрома у нас в стране заведует один человек, его фамилия Порошенко, и зовут его Петр, и работает он, как вы можете узнать, президентом Украины, и у него есть, и есть такой второй человек из Грузии родом, Васадзе, который тоже всю свою жизнь занимался лоббированием того, чтобы продавать свои шивые, прямо скажем, свои шивые продукции, и не улучшать продукцию, чтобы, я патриот украинской продукции, но вещи надо называть своими именно, и поэтому, когда мне говорят, что есть эти люди, которые искусственно, и из-за того, что Васадзе, из-за того, что Богдан, из-за того, что Гладковский, из-за того, что еще 20 человек, хорошо даже себя чувствовать, 473 тысячи людей, которые купили машины с европейским номером, и каждые 5 лет должны переходить к городу, 473 тысячи людей, мучаются из-за маленьких горских людей, которые случайно оказались у власти и при власти, и вы ему тебе рассказывали, что это пиар сейчас мой, это не пиар, это реально 473 тысячи людей, когда при всем уважении, Москаль вчера позволил себе сказать, что Саакашвили для политического пиара используют, Геннадий, приди в себя, что значит политический пиар, это наша страна, это не меньше моя страна, чем ваш господин Москаль, и все очень просто, есть, это реальные проблемы, давайте вместе их решать, и не надо кого-то обменять в политическом пиаре, не было бы, вы решили бы эти проблемы, Саакашвили бы вам не понадобился, если я здесь, значит у вас проблемы, если у вас проблемы, давайте вместе их решать, я вам помогу, при всем уважении. Я думаю, что они по отдельности объединяются, в том числе, кстати, тот же Москаль пытался им помочь, и все остальные, это хорошо, но так не получится. Я сейчас собираю сады по всем этим 473 тысяч, и в какой-то момент, надо, чтобы они устроили всюукраинскую акцию, точно так, сейчас перекрыто, железнодорожные пути перекрыты на востоке, несколько сот ветеранов перекрыло, и это имеет эффект, а здесь их 473 тысячи. Чи не есть это закликом до каких-то незаконных действий? Это все-таки инфраструктурные внести? Ну, абсолютно законно защищать свои права. Незаконный этот бандитист, который я сейчас видел на границе, полный бандитизм. Что это за распоряжение? Это конституционные антизаконы. Что это за распоряжение каждые 5 дней? Где это, в каком законе написано? Это внутренняя инструкция бандита, вора и пахана Насирова, на которой вот такая кипа документов лежит, как, например, его семя, его семя личная, миллионы, миллионы, миллионы долларов прячет от государства и не выплачет налогов. Все эти документы я передал в НАБУ. И этот человек, которого семя, семя личная, не платит никаких налогов, этот человек будет терроризировать 473 тысячи человек. Я говорю с сознанием, я не какой-то теоретик. Я человек, который говорит о конкретных вещах. Я говорю о конкретных вещах. А конкретная вещь в том, что в Грузии были самые низкие доходы налоги на машины. И Грузия был главный реэкспорт. Грузин, Грузии. Были машины. У нас было ниже, чем Дубай. И знаете, на чем мы зарабатываем? Мы зарабатываем на универмагах, на торговых центрах, на цехах, на рабочих всяких там площадках, которые вокруг. говорили о тех вещах, которые творили в рабочие места. И там, где есть рабочие места, там есть развитие. Там, где есть развитие, там есть больше дохода в бюджет. Там, где есть больше дохода в бюджет, там есть будущее. Вот и вся история. Вот и вся история. Поэтому говорить о том, как это делать, все очень просто. Ты не паразитируешь на убытках и на нищете людей. Ты расширяешься. Ты доводишь. Почему в Америке низкие налоги на топливо? Американская психология в чем? И она правильна. Много людей движется. Это кровь экономики. Экономика приносит деньги. И все равно развивается. Европейская психология чуть-чуть другая. Почему словаки приходят заливать топливо? Потому что все равно дешевле. Даже у них дороже. Это неправильно. Но то же самое с этими налогами. Делаем низкие налоги. У людей будут машины. Мы починим дороги. Они платят. Будут платить наружный тариф. Они будут делать все это. И все так мы будем развиваться. Как что тут непонятного? Я думаю, что это элементарно. Элементарно будет идти в этом ключе. И я это практиковал в жизни. Не знаю, как это делать. Нам залишается очень мало часу до завершения прямого эфира. Буквально 5 хвилин. И, конечно, есть много проблемных вопросов. Так, в окремих галузях, если взять. Не мает часу их сейчас обговорювать. Поэтому у вас вот такое запитание. Ваша думка стосовно административной реформы, которая сейчас тревает. Я считаю, что любая следующая нормальная власть Украины должна выбрать областную административную. Должна убрать, виднее, 2 трети депутатов. Должны быть сокращены. У нас в первократии избранных лиц миллион человек. Но ни одна страна не может выдерзнуть. И причем они люди без зарплаты. И второе, что мы должны сделать. Мы должны... Что такое децентрализация сейчас? Это больной головой на больную. Значит, мы децентрализуем бардак. Мы децентрализуем коррупцию. Мы децентрализуем беспредел. Мы децентрализуем бесперспективность. Почему? Когда... Это очень легко предсказать. 2 богатые громады объединились. Но есть вот пустая громада, которой нет денег. А им говорят, вот тебе школы это твои. Больницы это твои. А единственная фабрика, которая там стоит. Я видел это конкретно. 300 сел умерло в Украине за последние несколько лет. Почти 3 миллиона людей выехало. Не в другие большие города. За границу. Население Украины было 54 миллиона в 1991 году. Сейчас оно 38. Оно скоро будет меньше, чем больше. И вот мне говорят, вот в эту громаду мы заливаем чуть-чуть денег. Но остальное вы сами должны расхлебывать. И что они делают? Они закрывают школы. И это легко предсказать. Они закрывают единственную больницу. Хотя там может быть экология проблемы ужасные. И так далее. И любое правительство, которое это делает, не могло не знать, что это приведет к школам, больницам, и к уничтожению людей, и вообще к ухудшению, и вообще к уничтожению этой громады. И они на это идут создатели. Это означает, что политика, политика исчезла. Политика исчезла из, то есть политика нет. То есть не делается это для того, чтобы зиштовхнуть местные элиты между собой, местные громады, чтобы створить какую-то такую... Знаете, какие-то вещи были сильно не придуманы. Во-первых, Украина страна многонациональная. И это создает свой... Это огромный плюс. Но там есть своя специфика. И когда ты сидишь в Киеве, выписываешь рецепты, например, для Закарпаттика, для украинской Бессарабии, надо понимать, что там громады тоже этнически смешаны. Там есть разные вещи. Там частые... Ну, элиты... Местные элиты, они, к сожалению, очень коррумпированы. И очень... Все... Все... Интегрированы в очень плохом смысле с этой системой коррупции, которая есть в стране. Но, в целом, надо сказать, что... Вы совершенно правы. Нет специфики, нет... Правительство не может механически вести. Для чего есть правительство? Вот есть... Нельзя автопилотом управлять страной. Самолет, который идет в страну, надо варьировать. Направо ехать, налево там встретишь какую-то бурю. Надо ее обойти, правильно? А ты включил автопилот, все, ехали, а пилота нет. Умное правительство, оно держит штурвал. Оно выбирает направление, снижается, повышается, идет направо, идет налево, идет к намеченной цели. Вот точно так же. Что такое децентрализация? Я за то, чтобы децентрализация, как идея была, но сначала мы должны централизовать главные функции. Правительство должно защищать граждан. Каждое должно быть равное перед законом. Когда оно эти функции выполняет, тогда уже нет проблем с тем, что вы сказали. Тогда уже можно корректировать. Сейчас я не вижу корректировки. Сейчас я вижу, это не наша проблема. Мы избавились от проблем, все хорошо. Делайте, что хотите. Не получится. Не получится. Пане Михайловне, на жаль, вичерпанный час. В завершение буквально 20 секунд, для того, чтобы вы, можливо, звернулись до наших глядачей, до Закарпаттия, с какими-то такими, можливо, оптимистичными, певно, поважаниями. Але без агитации, звичайно, 20-30 секунд прошло. Какая агитация, что у нас выборы завтра-завтра. Я хочу сказать, нет, данная мысль должна поверить себя, поверить региону. Я считаю, что Закарпаттия – это один из самых перспективных регионов и Украины, и Европы. Из-за истории, из-за географии, из-за людей, в первую очередь. И я думаю, что тут будет бешеный бум и рост. У нас будет тут миллион туристов, у нас будет большая экономическая мощность. Это будет реально офшор Европы, финансово-экономически, индустриально, так как задумано географически, когда Украине будет нормальная власть, которая повернется лицом к людям и которая будет на вашей стороне. Я думаю, что мы должны продержаться от того времени. Мне очень важно, я, конечно, не буду агентировать людей, не покидать страну, потому что люди всегда ищут где лучше. Но я думаю, что надо еще раз попытаться устроиться хорошо у себя дома. Главное, что меня больше всего волнует, что люди убегают, уходят. И я бы не хотел, чтобы Закарпаттия опустело. Я считаю, что у вас потрясающая перспектива. Я очень люблю здешние места, здешних людей. Я со многими общался по всему миру. Все у нас выйдет, выйдет. Дякую вам, дякую за те, что нашли час бути в нашей студии. Глядачам, нагадую, мы спілкувались з екс-президентом Грузии, громадским и политическим діячем Михайлом Саакашвили. Глядачам дякую за увагу и нехай счастить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин